всем привет мои дорогие сегодня речь пойдет о пустых баночках октября уже закончился октябрь начну пожалуй с уходовых средств закончился вот такой гель для душа русалочка я даже не помню где его брала пятерочки наверное ну судя по всему клубника со сливками как-то не написано написано маслом сладкого миндаля органовое масло ну аромат какой-то совсем не клубничный ну что-то слегка сладенькая но что это совсем непонятно гель для душа от эйвен сенсос мед и гордения такой аромат сладко свеженький примут сладости свежесть друг друга дополняет очень приятный гель для душа от фа натуральная свежесть аромат белого чая я вообще очень люблю аромат белого чая но здесь мне кажется да что-то свеженькая цитрусовая но мне кажется это не белый чай который вот я себе привыкла представлять в общем что-то свеженькое такое средство что это скраб для ног от эйвен с морской солью по моему он идет с таким немножко рисковатым ароматом скраб изначально мне всегда казался очень крупным наверное просто он может быть крупнее чем все остальные скрабы которые выходят не в постоянной линейке а вот периодически они там появляются пропадают в общем лимитки какие-то вот по сравнению с этими лимитками вот этот скраб он покрупнее но нас на деле не сказать что он какой-то прям сильно крупный все равно мелковат еще одно средство для ног это ванильное средство для ванночек ванильная ягода я вообще очень редко делал какие-то ванночки вот ели даже не то что ванночки а вот именно так чтобы отдельно ванночку для ног с такими какими-то средствами и вот еле добила но аромат сладкий ягодный но уже даже аромат немножко не тот мне кажется начал портиться скраб для тела от его не через с ароматом розового грейпфрута и абрикоса аромат кстати очень приятный общение открою что это аромат приятный такой не сказать что он абрикосовый он сладенький но вот именно за счет грейпфрута еще немножко такой свеженький сам по себе скраб очень мелкий он даже я в последнее время такие скрабы для тела стал использовать для лица потому что для лица те вообще супер мелкие но даже для лица он не самый мелкий но мелковат а так кожи после именно после скрабов для тела кожи лица у меня почему-то помимо того что она очищенная она еще какая-то более увлажненная что ли то есть видимо в скрабы для тела добавляют что-то более уходовое чем скрабы для лица потому что после скрабов для лица у меня нет ощущения того что моя кожа помимо того что очистилась еще там увлажнилась или напиталась а вот после скрабов для тела такое ощущение есть пена морская очищающая пузырьковая маска для лица с корейскими водорослями от иван такая корейская серия очень интересно так щекочет лицо напоминает гель для бритья то есть когда ты наносишь это какая-то гелевая текстура только гель для бритья он конечно такой более плотный а это вот как гель для лица но когда ты начинаешь втирать он пенится 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 вот именно как гель для бритья именно такая пена на ощупь здесь написано подождать 10 минут затем массирующими движениями распределите пену и смойте дело в том что через 10 минут на вашем лице пена может не остаться нужно подождать минут наверное пять когда пена начнет исчезать с лица можно еще помассировать она еще раз пенится а потом уже да можно будет смывать кожа очищенная не могу сказать что такое-то глубокое очищение кожа очищенная такая более матовая но сама процедура наверное больше даже удовольствие доставляет а теперь переходим к декоративке декоративки закончился у меня карандаш для бровей от иван он такой был скошенный очень удобный то есть он вот именно вроде бы с одной стороны достаточно мягкий то есть не деревянный карандаш который жесткий но с другой стороны он не слишком мягкий как бывают иногда карандаши для бровей которые прям вот ими легко можно какие-то излишки нанести вот этим карандашом излишки как-то не наносится здесь вот прям золотая середина какая-то и использовать очень удобно и волоски хорошо прокрашивал прям вот достаточно хорошо но в то же время не залазил на кожу если вы сами этого не хотите то есть конечно из вас волосинок не хватает его прокрашиваете кожу то что он и кожу прокрасит но в то же время и если вы прокрашиваете волосинки на коже он не полезет вот он очень классный мне очень понравился тушь от иван супер шок та которая в оттенке алюринг то есть такая зеленоватая тушь вообще здесь еще есть ну просто я уже не могу меня начинал начала бесить когда она была еще более жидкая я как-то к ней приноровилась потому что изначально она не черная она вот именно да какая-то зеленоватая но зеленого оттенка она не дает черноты она не дает и получается как бы смысл в этой туши наносить ее поверх черной она не ярко-зеленая то есть ты не увидишь на ресницах поверх черной туши какую-то разницу особо само по себе наносить единственное что она была более жидкой то есть я когда доставала тушь и вот здесь оказывались какие-то излишки я эти излишки наносила на реснички потом щеточкой прочесывал и тогда более или менее ресницы были прокрашены мне нравится вот эта щеточка она очень хорошо разделяет ресницы дает объем именно разделенных ресниц но вот этот оттенок непонятный который не придает особого цвета ресницам мне не нравится поэтому выбрасываю переходим к тональным кремом я правда вот пудры тональные крема вам недавно их показывала в своей коллекции пудр тональных кремов но вот покажу так скоренько то что у меня закончилось это вот такой матирующий крем от его хороший матирующий крем он очень хорошо матирует но немножечко придирчив нанесение в моем случае лучше всего наносить спонжем то есть кистью он может как-то полосить а спонжем распределяется очень хорошо дает такое среднее может быть ближе вообще среднее покрытие ближе к легкому может быть если вот именно спонжем наносишь может быть и ближе к легкому омолаживающий по моему какой-то тональный крем от иван люкс тоже немножко капризен в нанесении то есть бывает иногда его заметно но если подобрать какой то я вот теперь уже даже не помню чем он лучше наверное тоже спонжем лучше наносится если подобрать вот это нанесение то будет на лице смотреться неплохо он достаточно легкий он по моему кожу не матирует он какой-то более естественный сиси крем тоже от иван марк сиси крем как сиси крем то есть это как обычный крем с небольшим оттенком таким светлым он прям выбили вы но если его посильнее вбить или втереть в кожу то оттенок как бы пропадает и он ложится именно как такой обычный увлажняющий крем который немножко выравнивает тон кожи тональный флюид от иван марк это очень легкая крем с очень легким покрытием он очень жидким как водичка он сильно не сказать что как-то матирует может быть немножко матирует но не сильно может ложиться на кожу всегда по-разному зависимости от состояния кожи в зависимости от того есть ли база на лице то есть если база есть он может лечь нормально база нет может биться в поры несмотря на то что сам по себе он очень очень легкий то есть всегда ложится по-разному и плюс его в том что вот он просто очень очень легкий и когда не охота перегружать кожу то в этом плане он спасает пудры вот такая рассыпчатая пудра про которую им тоже рассказывала она уже закончилась она дает плотное покрытие прям очень плотная для пудры ей можно пользоваться прям даже без тонального крема она сама по себе ляжет на лицо как уже какое-то полноценное покрытие но она очень такая крупная причем это как-то немножко со временем то есть когда она мне только приходит она какая-то более мелкая потом как будто бы то ли она оцаревает со временем и немножко вот эти то есть она не как пыль не как тальк не как детская присыпка в общем как обычно рассыпчатые пудры а вот как будто бы немножко покрупнее и когда наносишь на лицо нужно подобрать правильную кисть который хорошо разнесет иначе можно просто поставить пятно этой пудрой еще плюс она мне была немножко темновато ну такой знаете с эффектом загара и поэтому действительно кисточка должна была быть достаточно плотная но не слишком плотная чтобы именно размазывать эту пудру по вашему лицу но все же чтобы смогла распределить хорошо обычная пудра от эйвант в черной упаковке их там по моему два или три вида мне кажется есть но по факту это все одно и то же они все какие-то обычные матирующие пудры с нормальным таким покрытием средненьким ближе к легкому просто обычная компактная матирующие пудра все больше как бы нечего про нее сказать вот и все пустые баночки у меня за октябрь месяц много в этот раз декоративки ухода средств мало я надеюсь что вам понравилось если так то подержите меня пальчиками вверх подписывайтесь на мой канал я вас всех люблю всем пока пока